Время Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Привет, мои дорогие зрители. Сегодня гуляю по центру, потому что продолжаются дни Успения, православных Успенский пост. Мы в это ближайшее воскресенье будем торжество Успения праздновать. И, конечно, я гуляю по району, который называется Путинки. Почему Путинки? Это никак не связано с Владимиром Владимировичем Путиным. Это связано с Василием Третьим. Это было такое, в общем-то, Подмосковье. И князь Василий Третий здесь, в этих местах, далеко за городом, основал такой путевой дворец. И сам здесь иногда останавливался. И, конечно, в этих районах останавливались Путники. Ну, то есть, послы иностранных держав и государств. И очень скоро здесь, при Василии Третьем, была построена деревянная церковь Успения Пресвятой Богородицы в Путинках. Не в Путинках. Через некоторое время она была то ли разобрана, то ли сгорела по ветхости своей. И здесь был построен уже каменный храм. И вот как он выглядит. Это храм Успения Пресвятой Богородицы в Путинках. Вообще, потрясающая архитектура. Очень красивый такой древний храм. 17 век. Но, конечно, это все, как бы оно древне и старо не выглядело, это, конечно, все реконструкция. Потому что храм здесь действительно был. Здесь действительно было очень красивое, такое намоленное место. Но в советские годы этот храм был у верующих отобран. Сначала там снесли вот колокольню, снесли все эти купола. Здесь был жилой дом. И даже сохранились письма, у которых вот обратный адрес. Ну, частные письма, у которых обратный адрес. Успенский переулок, дом 4, собственно. Адрес вот этого храма. С этого ракурса не очень хорошо видно за деревьями. Но сейчас мы там с улицы поснимаем. Потом жильцов здесь расселили. И здесь, ну, была такая швейная мастерская, такое предприятие по пошиву одежды. И местные модники и модницы могли получать одежду пошитую вот в этом храме. Потому что даже знаменитый модельер Вячеслав Зайцев, Слава Зайцев, он тоже имел отношение к этому производству одежды. Ну и, как всегда бывает, храм вернули верующим только в 90-е годы 20 века. Он был в совершенно руинированном состоянии. Восстанавливали всем миром. Были привлечены частные спонсорские деньги. Кстати, очень с большим пониманием к реставрации и восстановлению этого храма отнеслись представители нашего советского рок-андеграунда. В частности, Борис Борисович Гременщиков. Иконы какие-то старые очень сюда пожертвовал. Ныне он иноагент. И почивший Лепницкий из звуков му тоже жертвовал сюда иконы. Это такой вот действительно храм, который восстанавливали всем миром. Ну и, конечно, бизнесмены 90-х очень много тоже сюда жертвовали, вкладывали. И храм восстановили довольно-таки точно. Ну, разумеется, здесь жужжат. Так всегда бывает, когда я что-то снимаю. Ну, давайте попробуем войти в храмовый двор. Памятник архитектуры. Церковь Успения в Путинках. 1676 год. Охраняется государством. Здесь ангелочек. Давайте попробуем войти внутрь. Здесь можно пожертвовать на храм. Электронным способом. Потрясающе. Давайте попробуем. Здесь тут карта нужна. Сейчас карту достанем. Приходские объявления. Мне особенно понравилось, что не надо кормить голубей на территории храма. Очень красивые и яркие иконы. Это просто потрясающе. Вот эта вот роспись. Ну, ты сразу вот попадаешь в такое яркое цветовое пространство. Конечно, спереди сразу мы видим сюжет Успения Пресвятой Богородицы. И вот там мы видим предел Сергия Радонежского. А вот эта вот, ну, алтарная часть как раз центральная. В честь Успения Пресвятой Богородицы. Здесь очень много таких чтимых икон, образов. Здесь много святынь. Кажется, вот этот человек сейчас у меня возьмет благословение. Когда камера делает неожиданные реверансы, это значит, я приложился к какой-то иконе. Не обращайте внимания. Я по глупости не включил 60 кадров в секунду, а снимаю 25 кадров в секунду, поэтому не могу замедлить. И вот уж как есть снимаю. Но эту красоту, конечно, я вам рекомендую рассматривать воочию. Конечно, никакая камера всего этого не передаст. Всего этого буйства красок. Всей этой вот какой-то такой древней атмосферы. Вот икона святого праведного Федора Ушакова. А вот очень интересный иконографический образ страстной иконы Божьей Матери. Это такой тип Адигитрии, но здесь голова Богородицы наклонена к младенцу Иисусу. Богомладенец держится за правую руку Богородицы. Лик Богомладенца исполнен страха, вот такого трепета, и обращен к образу предстоящих крестных страданий. Там два ангела, изображенных по двум сторонам от лика Богоматери. И в руках у ангелов орудие страстей, крест, губка и копье. Человеческая природа трепещет при мысли о страданиях, но воля человеческая послушна воле Божией. Вот это предел Сергея Радонежского. Вот вы видите справа от царских врат икона Иисуса, а правее ее уже вот преподобный Сергий Радонежский. Вот обратите внимание, что на иконах там вот дары, приношения. Это люди в благодарность за ответы на молитву. А вот мученик, святой Уар. Я там в стекле отражаюсь, по ноге отражается. Я присел на скамеечку с Тосидию, чтобы посмотреть это прекрасное убранство храма. Такой барочный иконостас. Просто потрясающе, конечно. Я вот... У меня глаз радуется, когда я вижу такое буйство красок. Такое буйство жизни. Кстати, везде оборудовано видеокамерами. Это тоже неспроста. Да, вот это паспорт антитеррористической безопасности с определенной категорией. Скорее всего, здесь либо вторая, либо первая категория безопасности. Видеонаблюдение в храме должно быть. Еще немножечко я посижу вот здесь. Так сказать, в основной части храма. Чтобы показать вот этот богатый интерьер, опять же. Очень красивый. Он не столько богатый в смысле денег, да. Он просто очень нарядный и очень красивый. Ну, конечно, платочки. Да, обязательно здесь есть платочки. И тут вдалеке я заметил что-то вроде такого реликвария. И я поспешил туда посмотреть, что же там за реликвии. Там есть мощевик. Это икона гостеприимства Авраама, Святая Троица. Ну и здесь вот действительно разного рода реликвии. Часть мамврийского дуба. Это прям, я вам скажу, не комар чихнул. Слезы Моисея меня очень впечатлили, конечно. Ну что ж, я посидел, помолился в храме, приложился к святыням. Ну и еще можно немножечко погулять снаружи. Здесь есть молодежное братство Петра и Февронии. Или клуб, что-то такое. Ну, вообще, потрясающе. Знаете что? Вот я почти нигде такого не видел. Смотрите. И здесь такая сцена. Здесь можно концерты, лекции давать. Все что угодно. Все церковные мероприятия делать. Это прям большие молодцы. Ну, нижние стены-то могут быть и аутентичными, кстати. Хотя, нет, здесь же и апсиду всю разрушали. Окошки врезали, двери. Нет, это все восстановлено, конечно. Тут стоят холодильники. У лопаты метлы. Ну, как положено. Ну, что ж, в преддверии праздника Успения Пресвятой Богородицы погулял я в окрестностях вот такого храма. Пресвятая Богородица Дева Мария достигла небесной славы. И все мы ждем того дня, когда и мы войдем туда. Пусть Господь поможет нам быть терпеливыми. И даже если жизнь нашу пытаются разрушить враги, как когда-то они разрушили этот прекрасный храм, то мы все уверены, Бог силен восстановить нас и сделать такими же прекрасными, как внутреннее убранство этой церкви. А это Министерство здравоохранения Российской Федерации. Вот оно какое. Господь с вами. Да благословит вас. Всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok